В выставочном зале Дома Москвы полным ходом идет подготовка к выставке питерских мастеров Юлии Обрасовой и Анны Хариной. Условия непростые. Разложенные на полу фотоснимки, то и дело пытаются снести посетители уходящей выставки шедевров вышивки. Тусуя фотографии, Юлия Обрасова поясняет, для восприятия воображения очень важно, как будут расположены работы относительно друг друга. Может быть замечательнейшая работа, но она никак в концепцию вот этой выставки не вписывается и все, и она не будет экспозиции. А потом я еще две работы забыла дома. Юлия Обрасова, педагог дополнительного образования детей, преподает фотографию в Санкт-Петербургском доме детского творчества, в котором когда-то сама изучала фото дело. Ой, я так много лет занимаюсь фотографией. В 13 лет я пришла в фотографию. Я была маленькой девочкой и занималась вышиванием каких-то игрушек. И к нам в кружок пришли юные фотографы с фотоаппаратами. И мне так захотелось фотокружок. И я пошла в фотокружок Дворца творчества юных в Санкт-Петербурге. И вот с тех пор так вот здесь фотографии и живу. Художница много путешествует. Последние пять лет работает в репортажном жанре. Точнее, стрит-фото. Это ходишь по городу и снимаешь. Ну, обязательно, везде, где ты есть. Ходишь с фотоаппаратом и снимаешь жизнь вокруг себя. На ее снимках улицы Германии, Австрии, Польши, Прибалтики, Туниса и, безусловно, России. На вопрос, почему фотоснимки черно-белые, Юля ответила. Я плохо вижу цвет. То есть я считаю, что цветная фотография – это в первую очередь цвет. Ну, цвет, цвет самой карты, цветопередачи, тоновые, там цветовые характеристики. Я вот… У меня в этом провал, наверное. Поэтому я люблю черно-белые фотографии. Для меня черно-белые изображения – это образ. Всегда больше образа. Для Анны Хариной волшебный мир фотографий когда-то открыл дедушкин «Зенит». Она снимает только постановочные картинки, ей интересны портреты, документальное фото и работы в жанре ню. Мне кажется, что человек – это самое интересное. И это настолько сходное, что когда ты смотришь на портрет, ты можешь поймать какое-то ощущение, которое есть в тебе самом. И когда я снимаю, я создаю его. Когда я смотрю на картинку, я получаю его обратно. То есть мне нравится, когда изображение такое, что ты уходишь в него как в отдельное пространство. Ты зритель, в смысле. Герой работы Анны Хариной – в основном ее друзья. Но если автор интересует конкретный типаж, будет искать его в толпе. Говорит, ее работы ближе к живописи, нежели к фотографиям. Так в образах Анны угадываются произведения великих живописцев и скульпторов Микеланджело и Амаде Мадильяне. Прочитывается имплантация взгляда американского художника Эдварда Хоппера и портреты Густава Климта. Я не люблю желтый цвет, поэтому его нигде нет почти в картинках. И мне нравятся более холодные изображения, более спокойные лица, тона. Я не люблю пестрятину, поэтому стараюсь в своих работах выйти более мягким тонам, мягким линиям. Возможно, ближе к живописи, чем к фотографии повседневной. А перчатки на руках Анны Хариной? Чтобы не заляпать работой отпечатками пальцев. Фотовыставка петербургских мастеров Юлии Обрасовой и Анны Хариной будет проходить в выставочном зале Дома Москвы с 5 по 17 сентября. Маргарита Пронина, Наталья Бабкевич.